Святая мученица Параскева Святая мученица Параскева За это ее заключили в темницу Отказ принести жертвы языческим богам Разозлил мучителей девушки Параскеву казнили Святая Параскева Пятница Пользуется у православного народа Особой любовью и почитанием С ее именем и памятью Связано много народных обрядов Русские иконописцы Изображают мученицу суровой подвижницей Высокого роста С лучезарным венком на голове А в народных сказках Она выступает как мудрая советчица И помощница добрых героев Святым не дано творить чудес Ведь они праведные Благочестивые, но все-таки люди Помогает нам Бог Церковь верит, что святые Выступают ходатаями перед Господом В его святой воле Преклонить слух к молитвам о нас Тех или иных святых угодников Сегодня мы вспоминаем Святую мученицу Параскеву И обращаемся к ней Моли Бога о нас Преподобный Иов Игумен Почаевский чудотворец В миру Иван Железа Родился в середине 16 века В Галиции В возрасте 10 лет он пришел В Преображенский Угорницкий монастырь С юности преподобный Иов Был известен благочестием И строгой подвижнической жизнью Он рано принял монашество И рано был удостоен Священнического сана Преподобный Иов Не пренебрегал физическим трудом Был кроток с монахами О нем рассказывают Что однажды Игумен Иов Пришел ночью на монастырское гумно Там он увидел вора Который пытался Украсть мешок зерна Преподобный Помог тому взвалить куль на спину Но напомнил Об ответе за все На суде Христовом Потрясенный кратким словом святого Вор упал ему в ноги С мольбой о прощении В 1569 году в Бресте Некоторые православные епископы Под давлением поляков Признали главенство Папы Преподобный Иов Доступными монаху средствами Боролся с католическим влиянием И с униатами В почаевской типографии Печатались книги В защиту православия А сам игумен Принял участие В Киевском соборе Созванном против унии Преподобный Иов Почаевский Входит в сон монахов и священников Которых церковь прославила За молитвенный подвиг И вклад в укрепление Русского православия В трудные для православной веры времена Он отказался от политических компромиссов И остался верен Христу Мы обращаемся К преподобному Иову С молитвой Моли Бога о нас Святитель, митрополит Дмитрий Ростовский Великий церковный писатель и богослов Автор энциклопедии православной святости Сборника «Жития святых» Дмитрий провел большую часть жизни на Украине Родился в казацкой семье Учился в Киевской духовной академии Стал монахом А затем архимандритом Нескольких монастырей В 1684 году Он получил главное свое Иноческое послушание Написать книгу «Житий святых» Расположенных в порядке церковного года Для этого нужно было Собрать и проанализировать Множество разрозненных источников И изложить их красивым И одновременно простым языком Труд святителя Не остался незамеченным Петром Первым В 1701 году указом императора Святитель Дмитрий был вызван в Москву Стал епископом А затем митрополитом Свой многотомный труд Он завершил через 20 лет После начала работы Жития святых Созданные святителем Дмитрием Ростовским Стали любимым чтением Русского православного народа Церковь чтит проповеднические И богословские труды Митрополита Ростовского Дмитрия Целью, смыслом его жизни Стала проповедь Христа И прославление его святых Церковь просит сегодня Своего праведника Святитель Дмитрий Моли Бога о нас Священный мученик Иоанн Веленский Родился в 1857 году В Ярославской губернии После окончания духовной семинарии Он три года работал учителем А после принял сан священника Всю жизнь он прослужил В храме села Трофимовское Пашихонского уезда В начале ноября 1918 года Большевики объявили Мобилизацию лошадей При уездном военкомате Недовольные крестьяне Избили военрука И делопроизводителя Присланных с этим известием В уезд прибыл отряд Чрезвычайной комиссии Который арестовал около 40 человек Проводил обыски И конфисковывал имущество 10 ноября Без суда и следствия На болоте было расстреляно Трое арестованных Среди которых находился И священник Иоанн Веленский Его обвинили в укрывательстве Контрреволюционеров Скрывавшихся после Белогвардейского мятежа В Ярославле Когда отряд чекистов Покинул село Тела расстрелянных Крестным ходом Перенесли с болота на кладбище У священномученика Иоанна Было семеро детей Один из них Стал священником В этом же Пашихонском уезде Почти каждый русский храм В 20 веке Стал свидетелем Исповеднического подвига Благовещенская церковь Деревни Трофимовская На Ярославщине Та, в которой служил Священномученик Иоанн Веленский Уцелела в советские годы Но храм нуждается в восстановлении Церковь призывает верующих Чтить и хранить память О новомучениках И свидетельство их подвига Мы обращаемся к ним с просьбой Молите Бога о нас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok